Друзья, доброго времени суток! Меня зовут Гудмен и сегодня мы с вами продолжим проходить за гранью жестокости художника-самозванец. Тут самое главное настроиться, максимум внимания, минимум всяких различных сторонних факторов, потому что игрушка не очень простая и приходится много информации держать в голове, если, конечно, не пользоваться подсказками. А мы, как вы знаете, не пользуемся ими вообще. Я помню, я, друзья, вам обещал, но я, к сожалению, кстати, дам. Вот такой вот я плохой. Слушайте, ну странно вот, почему здесь нету отличия? Тут, по идее, что-то, мне кажется, должно взяться, потому что мы уже тут все поклацали, только вот с этой стороны не делали ничего. Может быть, здесь что-то можно будет испробовать. Вы это видели? Что это было? О, друзья, так дело не делается. Ой. А чё это было? Ладно, пока ищем фигурки какие-нибудь хотя бы. Восстановите порванные изображения на странице. Поместите кусочки изображения на правильные места. А где кнопка поворота? Ага, вот она. Кстати, друзья, если вы заметили, пропали. Я уж не помню, когда в последний раз была задачка, где уровень сложности. Можно было выбирать. К сожалению, таких задачек почти не осталось. Так, ещё какой-то где-то есть кусочек. Вот этот, наверное. Всё, осталось складывать целые, цельные картины. Может быть, как-то так. Нет, пока это трогать не буду. Вот. Скорее, вот так. О, само поставилось. Я даже практически ничего и не делал. Это какая-то вообще невнятная. Вот хочется мне её куда-нибудь, ну... Беру её не первый раз уже. Не могу никуда пристроить. Так, что-то здесь тоже не получается. Слушайте, да что за фигня такая? Что тут вообще происходит? Надо на кусочки больше смотреть. Это вот так будет. Вот так. Фух. О, ха-ха. Ещё одна. Ладно. Ну вот, если взять, то много таких вот задачек вот здесь. Именно на подобную тематику. Типа паззлов. Разработчики тут уже, я не знаю, как-нибудь пятая, наверное, по счёту попадаются. Я не считал, но немало, если честно. Вот за головоломки, кстати, можно немножко даже оценку и снизить. И вообще, как бы, ну, это вот не то, что мы играем, чтобы радиоценить какой-то, ну, чтобы оценить вообще проект. А я к тому, что вот, наверное, вот головоломки здесь, в принципе, не так хорошо проработаны, как остальные вот детали, элементы самой игры. Я бы сказал так, что фантазии вот здесь как раз разработчикам не хватило. Уж больно много вот именно одинаковых подобных задачек. Что там за фигня непонятная? Как-то вот так будет, я думаю, да. Готово. Так, а это что такое? Карта какого-то лабиринта. И мы получили ещё одну ачивку. Ну, ладно, хай любуются. Что тут ещё интересного есть? Уже по три монетки нам дают, заметьте. Греческая поговорка не завершена. Отлично. Ой-ой-ой, вы видели, как это было хитро сделано? Скребок я уже давным-давно здесь держу. И пользу от него не нахожу. Так, а что здесь? Аккуратно убрать стекло, не хочу его разбивать. Библиотека Медичи уже многое пережила. Ладно, в принципе, мы пока знаем, что можно ещё тут придумать. Ой. Без сомнения, маг добрался до сопротивления. Теперь все предметы искусства в опасности. Интересно, где сейчас лидер сопротивления? Так, тут что-то со струнами надо было сделать. Здесь фигурка осталась. Неужели тут взять даже нечего? Походит, нечего. Так, ещё удочка осталась. И ручка, ручка, ручка. Так, схожу-ка, я проверю. Вот здесь. Медальон затмения. Плитка монаха. Так, это тоже... А что? А, ещё птичка здесь. По-моему, уже что-то купить, мне кажется, можно. Двенадцать. Как раз. Фигурка девушки. Так, что дальше? Последний предмет, кстати, остался пушечным ядром. Может быть, уже сегодня мы и закончим. Хотя не буду даже зарекаться, потому что... Вечно что-то наобещаешь, а потом... Не выходит. Куда нам попасть вообще надо, скажите мне? Цель какая наша? Сюда? Куда идти девушке надо? Я не знаю, куда идти. Мы здесь ставили сюда, может быть, тоже. Давайте попробуем сюда. В принципе, тут ничего сложного нет. Хотя отсюда что-то дорожка вела. Здесь что-то подсвечивается. Нет, наверное, туда все-таки. Спасибо за субтитры. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не проверяли толком ничего, здесь целая куча что-то можно поделать Вот, паук, кстати, видите, я про это и забыл Вырванный, порванный дневник герцога Так, можно отсюда уходить Еда для рыб и сцена поиска И опять по списку Что это я взял такое Ага, может здесь Марка была Кукла Музыка Лук, а какой лук Которого стреляют Крючковый Репчатый Морковка Мне пока от этого всего не легче Если честно Вообще все идет к тому, что мы сейчас вообще отсюда уходим уже Тоже фактически в этом доме делать нечего Бриллиантовое кольцо Сегодня меня посетил таинственный человек в маске Известный своим разгульным поведением в городе Он сказал отдать ему все предметы искусства и науки, что есть у меня Я сказал нет Он разгневался и обещал ограбить мы библиотеку, которая содержит редкие книги и работы Как князь Флоренции приказываю арестуйте человека, называющегося великим магом Лоренцо Медичи Продолжение следует... Продолжение следует... Попросили... Все Его здесь тоже нет и видимо на этом... Да, эта локация тоже завершена Нам останется только купить потом еще пушечное ядро, друзья И будет здесь все Видите? Сейчас буду, наверное, часы кольцом аккуратно доставать Сюда попасть Из одного конца карты в другую Друзья, даже вот тут Вы сами, в принципе, все прекрасно видите, что Повторяются головоломки То есть три подряд Только немножко, ну, по сложности их можно разделить Там где-то сложнее немножко, где-то легче Но факт остается фактом Так Как тебя отсюда вытащить? Наверное, я знаю Тут все Теперь надо Туда вот эту Поставить Возьмите КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Так, сцена поиска, давайте попробуем. Так, две монетки, хорошо. Кольцо. Такси-то есть, но пока этим рано пользоваться. О, друзья, смотрите, какая сцена поиска. Я вот по таким сценам поиска соскучился. Они, конечно, естественно, сложнее для создания. Но тут, видите, даже такой еще не было. Надо просто расставить предметы по местам. Логически. Хочется эту монетку мне взять, если честно. И вот мы начали с очевидных вещей, где такие затемнения. Теперь надо логично как-то, походу, расставлять. Чтобы одно с другим было связано. Вот как, видите? А я хожу и ищу, думаю, куда это все вставить? Куда вот это теперь? Голова волка. Угу. Нужно починиться. Что мне тут даже? Может быть что-то с этим? Нет. Крюк на конце. Может кольцо подойдет? Нет, кольцо не хочет. Так, с лабиринта у меня карты пока нет. Ну, значит, надо вернуться и попробовать эту голову. Где там-то голова была? Подождите. Здесь, что ли? Нет, по-моему, в штабе сопротивления. Еще одной головы не хватает. Дымовая бомба. Ключ настройки. Кольцо. Морковка. Сито. Практически все на этой карте завершено. Осталась только пещера в скале. Там струна и голова осталось. Библиотеки. Еще много чего можно сделать. Время мы до сих пор, по-моему, не знаем. Тут еще надпись одна. В смысле нужно что-то, чтобы почистить сито. Ну что, упали? Берешь и трясешь. Это вообще цирк какой-то. Я думал, сейчас что-то найду. Морковка, дымовая бомба, ключ настройки и какое-то кольцо. С крюком на конце. Блин, находится рядом. Вода не может почистить. Ну, смешно, если честно. Иногда вот такие вот вещи здесь. Наблюдать подобного рода играх. У меня здесь символ рыбки остался. Надо, друзья, открыть окошко. Секундочку. Благо у меня длинные наушники, длинный провод наушников. Как я могу тут полкомнаты обойти? Так. Свежий воздух мне поможет. Сердце мы так и не нашли. И со стеклом тоже времени не знаем. Здесь делать нечего. Я вот не понимаю, что здесь вы хотите. Ну, вот. Я знал, я знал, что эта штука будет здесь. Ну, блин, почему раньше не совпадало? Я, наверное, тыкал не там. Эти ключи, они очень похожи. Так. Проволока. Может, почистить что-то? Нет? Голова гуся. Ну, теперь у нас, в принципе, вариантов немного. Но зато с этой локацией мы закончим. Почтовый голубь. Коффический шрифт. Карта лабиринта. Держи морковку. Верное время. Ха. Что тут еще можно украсть у вас тут? Может быть, есть что-то такое? Птица какая-то нужна. Так, ну, здесь вроде бы все. Сцена поиска. Так, давайте дальше предметы вставлять. Птица. Победа. Птица. П Держи морковка. Пока. Птица. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, верёвочная лестница. Десять-десять. Стрелки часов. На кой чёрт мне не надо? Значит, здесь мы тоже всё завершили. Починить. Кукушка. Переместите птицу по одной подсвеченной клеточке в гнездо. Соберите как можно больше зёрен на пути. Избегайте ловушек, или птица вернётся обратно к старту. Вот здесь можно было, мне кажется, сделать двух уровней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот тут уже, друзья, куча такая, что даже не хочется тут разбираться, если честно. Я буду здесь, наверное, по-другому искать. Я что-то не горю желанием тут предметы внимательно искать. Уж слишком много тут всего понакидано. Вообще, да, тут произошло, в принципе, что чаще всего происходит подобное в рода играх. Я бы не скажу, что здесь намного хуже стало, но стало хуже, чем было в начале. Всё-таки не могут разработчики долго на протяжении всей игры быть на одном уровне. Не самое главное, как я понимаю, продать продукт. Мы про это с вами много раз рассуждали. Так и получается здесь начало просто изумительное. Я в большущем восторге был и ждал, просто ждал прохождения. Вот, а сейчас как-то стало всё немножко хуже. А вот, кстати, слушайте, думаю, где-то же должна быть какая-то сказка. Ну, не может же быть. Уже третья сказка завершена будет. Был тусклый уголёк, лежащий в золе. Он медленно тлел, сохраняя тепло. Однажды сверху бросили охапку дерева, и уголёк вернулся к жизни, и скоро огонь затрещал в поленьях. Радуясь сухому дереву, огонь начал расходиться в стоячем воздухе. Скоро уже печь горела вовсю. Считая, что дерево под ним вечно, огонь стал неосторожен и порывист. Огонь исполнился гордыней и скоро посчитал, что печь слишком тесна для него. Вытягивая свои щупальцы, огонь хотел достать до неба, но наткнулся на дно горшка, который на него поставили. Довольно специфические сказки. Да, здесь, конечно, есть свой смысл. Но, тем не менее, понять его, мне кажется, далеко не каждый сможет. По-моему, три предмета осталось. Ага. Еще одна задачка будет. Ладно. Ладно. Продолжение следует... 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 Бум-бум-бум-бум-бум... Интересно... Продолжение следует... 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 Играет музыка. Играет музыка. Кладненько. Четыре мушкет. И все, да? Четыре мушкет. Оу, фу-фу-фу-фу. Вот мушкет. Четыре. Четыре, четыре. Где тут четыре? Извиняюсь. Четыре вот. Так, тоже локация. Заметьте, как сейчас стало быстро все заканчиваться. Сейчас локация. Видите, как они... Все крутится вокруг одной-двух локаций. Как было в начале игры. Вы помните? Куча, куча всяких предметов мы... Ага. Эта штука, она вообще скидывает все нафиг. Куча, она вообще скидывает все нафиг. в전�вух локация. Что это вообще скидывает? Темную classification. Так вот, скорее всего, здесь рв هو going в Подпис überall на полночатку. Растику улетку в第 8 actor, рв I вам этого взаимодействия, и такие забросы добавлять. Отлично, що зresстка не дурая, некий дротик ты на правильном пути друг я отвлеку стражу ты должен найти леонардо и лизу я нашел эту вещь моем архиве леонардо оставил это в семье сеньоре для сохранности думаете поможет пригодится потому что один из принесенных того документов имеет похожий символ удачи желоб октя дракона а что здесь а костюм для ныряни все понятно что-то я нахожу в другом и не обрабатывай чтобы выглядело что-то такое что-то я не могу нахер и закрутили и кладки аж и кладки и бензи и кладки и кладки и кладку и кладки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Знаки зодиака что ли какие-то... Непонятно как написано... Видимо да... А что с этим делать... Четыре символа что-то... Уже получше... А что вот эта штука делать... Я понять не могу... Воды какой-то набрать... Надо потом полить... Два действия совершить... Я не въезжаю... Если честно... Разряжу мини-игры... Даже попытаться пока не буду... Слушайте... Слушайте... Это какое-то форменное издевательство надо мной... Ой... Что-то я сейчас икать чувствую начну... Кто-то меня вспоминает очень бурно... А что ж такое-то... Блин, друзья... Я честно пока... Да не знаю что делать даже... Слушайте... Сколько раз это жал... Причем это не первый раз... Вот такие-то... Такие нюансы непонятные... Детектив... Помогите нам... Я знаю, что... Каза к цели... Угу... Друзья... Значит я где-то пропустил один символ... Одну картинку я пропустил... Одну сказку... Угу... Субтитры сделал DimaTorzok Тут было, тут было Осталась только одна неоткрытая локация, у нас два предмета Парам-пам-пам И вот тут что-то не завершено Может это и есть какая-то подсказка, что здесь мы что-то не взяли Ну, как вариант, если, допустим, смотрите, видите, здесь локация Здесь что-то еще можно сделать И меня это очень сильно смущает Hmm Пока Субтитры сделал DimaTorzok М-м-м М-м-м-м-м Там же вроде бы все мы посмотрели, значит... М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Спасибо, dear friend. Возможно, Мэйдж планирует меня убить, так что я тебе вернула свою жизнь. Сейчас будет время для решения. Когда я построил эту комнату, я включил еще комнату здесь. Мы слышали Мэйдж был используя это как его личный офис. Если мы проверим этот механизм, то двор должен открыть. Детектив, спасибо. Я сейчас приглашу с другими гражданами и помогу, если нужно. Ну как, сюда же сбоку. Сбоку вешается, но... Одел, 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 одел... На руку, что ли, куда-то? Слушайте, ну что ж такое-то? Где-то вот тут. Фух. Где-то мы нырять хотели, подождите. Слушайте, мы где-то собирались нырять, я не могу найти это место. Было же место, где куча воды было. Или это... Ну это туда идти. Сбоку вей了 Response. Картинопольская. Картинопольская. Хорошо. Картинопольская. Субтитры сделал DimaTorzok Вот Завершите рисунок Леонардо, двигая плиточки на правильные позиции Используйте стрелки, чтобы двигать плиточки вверх-вниз или поперек Жесть задачка Ага, она еще и так проходит Это очень сложная задача Знаете что, друзья, я, наверное, оставлю ее на завтра Все-таки, мне кажется, сегодня мы уже достаточно много прошли Вот, поэтому Завтра с новыми силами Вперед И, надеюсь, завершим мы это Прохождение Вообще Сейчас я выйду в главное меню Дабы тут не стоять Вообще, друзья, конечно, да Вот опять видно такая наглядная Немножко Регресс Самой игры То есть Сцены поиска были более разнообразны Более качественно сделаны Задачки были неповторяющиеся А там начались то по кусочкам пазлы Где-то даже можно было выбрать более сложный режим Если брать вообще вот эти сложные легкие Пока была только одна головоломка Кроме пазлов Где можно было вот именно выбрать Помните По-моему, даже самое первое Там, где мы там Что-то вращали Какие-то штукенцы И надо было нам нам что-то составить Вот это была единственная сложная задачка Которую можно было выбрать Между простым и сложным Так, в основном, в последнее время Идут все головоломки Там по три штуки То есть там фигурки надо составить Было путь Сейчас вот три птички Помните, мы тоже, в принципе, составляли путь Я не скажу, что это плохие задачки Это, в принципе, тоже Неплохо реализовано И надо Толику Как говорили Использовать логики Чтобы это решить Но все же Вот разнообразие Которое было в начале Оно куда-то Испарилось Я не знаю, почему так получается Но Разработчики очень часто делают Одну и то же вот Ошибку, что ли Как это назвать, я не знаю Или времени не хватает Но Странно выходит, что Большинство Подавляющее Большинство вот именно Разработчиков Плохо делают Завершающую стадию игры Это не только Эпиксы Это Многие другие Eros Games Madhat Games Elephant Games Не все проекты Естественно, не все Но Вот эта связь Прослеживается Практически везде Я не знаю Как так Но Мне не хочется Я не хочу верить Что Все делается Только ради бабла И что люди перестали Вкладывать Душу В свои проекты Если Взять первые игры Вот Первые игры Вообще Практически Любой серии Вот В них играешь Вроде бы нет Ничего особенного А Очень нравится Просто как-то С душой Что ли Сделано Как я вот Только что Приводил Пример Что сейчас Без души Вот возьмите Даже немножко Уйду В сторону От этой игры Проклятая Этель Первая часть Насколько Эффектно Было сделано В ней нет Ничего особенного Ничегошеньки Но Ну точнее Как это Ничегошеньки Что-то же есть Раз она понравилась Я к тому Что Ничего Супер Необычного Там не было Все было Стандартно И банально А уж По нынешним Временам То тем более Все равно Игрушка Это зацепила Здесь Такого нет Посмотрите На фантазмат Первый Вышло Уже Десять Частей А многие Игроки Считают До сих пор Первый Фантазмат Лучший В серии Почему Может Потому что Люди Чувствуют Вот эту Душу Когда Разработчики Вкладывают В игру Можно Да Подетально Каждый Из этих Игр Разобрать И Вот С помощью Там Условного Микроскопа Найти Вот Почему Эта игра Так Выделяется Допустим Мне сразу Вот Если брать Проклятый Отель Могу сказать Это Обалденный Сюжет Если брать Фантазмат Обалденные Персонажи И атмосфера Такая Очень Мрачная Которая В последующих Частях Куда-то Пропадала После Получаса Игры Практически Везде Вот Здесь Эта Серия Она Абсолютно Противоречивая Первая Часть Была Мягко Говорять Не Очень Ничего В ней Особенного Не было И она Не цепляла Вторая Третья Вообще Непонятно Что Там Были Какие-то Задатки Но Было Не лучше Первой Части В четвертой Был Какой-то Прорыв И мне Понравилось Там Были Определенные Вот эти Уровни Большие Локации Как Я люблю Примерно До середины Игры Потом Резкий Обрез И началось Вот это Одна-две Локации Одна-две Локации Повторяющиеся Головоломки Задачки Уже Довольно Банальный Сюжет Мы уже Все с вами Знали В принципе Здесь Разработчики Еще больше Сделали Посмотрите Сколько Мы Часов Играли На Огромном Количестве Локаций Где Что-то Можно Было Сделать Я Чего-то Еще Но Сейчас Вот мы Формально Говоря Вертится Вся игра Вокруг Двух Трех Локаций Опять Хотя Вот Процентов Наверное 70 Игры Уже Прогресс Прогресс Налицо Вот Я изначально Когда Первые Две Части Снял Я хотел Вообще Игре Поставить Не Вышибал У меня Были Определенные Такие Претензии Но Все же На Девятку Как Минимум Но Сейчас Уже Нет Очень Много Стало Повторяющихся Элементов И Всего Всего Вот Такого Понимаете То есть Опять Натыкаешься На Плохой Финал Не В плане Сюжета В плане Какого-то Драматизма В плане Реализации К сожалению Но Это Факт Все Друзья Большое Вам Спасибо За Просмотр Если Вас Заинтересовала Игра То Ссылочка Как Всегда Находится Под Видео А на Все Всем Пока Пока И До Новых Встреч